Здравствуйте, мы продолжаем серию бесед под общим условным названием «Из первых уст». И сегодня мы беседуем со специалистом в области педагогики, с доктором педагогических наук и создателем частной школы «Эврик», одной из первых таких инновационных школ в Латвии, Яковом Дальевичем Кленером. Здравствуйте, Яков Дальевич. Мы услышали от нескольких моих собеседников из штаба защиты русских школ, самих являющихся мамами или бабушками. Это все были женщины для первой нашей беседы, пришедшие сюда, в студию. О тех проблемах, с которыми сталкиваются их дети, а это дети, учащиеся в разных классах школы, и в младших классах, и в средних. И даже у одной сына уже закончил школу из моих собеседниц. И указывали они на проблемы с пониманием того предмета, что преподается не на родном языке. И говорили о том, что ребенок не может сразу, если он услышал урок на латышском языке, записал даже его в тетрадку, придя домой, он не может сразу, например, решать задачу или писать какие-то ответы, или дальше разрабатывать эту тему. Он переводит на русский, на родной язык, потом решает, предположим, или делает какие-то выкладки, пояснения, а потом снова переводит на латышский. Как это с точки зрения педагогики? Насколько это усложняет вообще процесс понимания материала? Ведь нас уверяют, что это естественно для ребенка, что это не создаст ему дополнительных сложностей в освоении предмета. Как нам известно, и вы, Татьяна Аркадьевна, доктор математики, и тоже это прекрасно знаете. Я музыкский педагог, а вы все-таки специалист. Труд. Труд от слова трудно. И детям трудно учиться вообще, а учиться на неродном языке, особенно в первых-шестых классах, да и до средней школы трудно вдвойне. Действительно, дети переводят с одного языка на другой и обратно. Если они делают домашние задания, не знают слова, не знают там выражения, то им приходится искать в словарях. Родителям приходится подключаться. Они тоже не в совершенстве знают латышский язык. И, в общем-то, я считаю, я убежден, что это негативно влияет и на здоровье, и на проведение свободного времени. У ребят его намного меньше. Большинство из них, к сожалению, не могут развивать свои творческие способности спортивные, художественные. Другие в кружках и студиях у них нет времени. Не все, но большинство. Или большая часть. Они не могут эти кружки и студии посещать. И вообще я убежден, и как отец и дед, и как доктор-педагогики, и все же педстаж мой 47 лет, я убежден, что заставлять русского учителя, часто недостаточно владеющего латышским, преподавать русским деткам, ну или русскоговорящим это все равно, тоже часто недостаточно владеющим латышским, физику, химию, биологию, математику, другие предметы на латышском языке, простите, это издевательство над детьми, над педагогами, над родителями и над здравым смыслом. Но наши власти чисто из политических соображений заставляют, насильно латышизируют, вы знаете, да и учителя, да и родители, абсолютное большинство, за хорошее изучение и знание латышского языка. Ну, может не вредить еще легкий билингвизм. На уровне терминов, если их дублируют, на уровне формулировок, если их дублируют и так далее, и так далее. То, что делают наши власти, повторяю, это издевательство, это унижение, это вред нашим детям и внукам. Но, кроме того, что они теряют здоровье, кроме того, что у них ухудшается знание и у них нет времени для развития, или мало времени для развития своих способностей, у них с ухудшением качества знаний, у них меньше шансов поступить на бюджетные места вуза. Наша частная школа, и сейчас ее политически душат, но все эти годы мы не соблюдали 60 на 40, эти проценты, которые нас заставляют соблюдать государство. Но я разговариваю со многими нашими детьми, кто учится на бюджетных, то есть они в основном учились на русском, изучали латышский и легкий билингвизм присутствовал. И вот они поступают в латышский, то есть на бюджетное место уже 25-26 лет, только на латышском языке государственные вузы, значит, обучают студентов. И нередко через год, через два эти ребятки приходят в школу повидать любимого учителя и, как правило, заходят и ко мне. И один из вопросов, вы учились в основном на русском, а теперь вы учитесь на латышском. Как ваши дела, как вы справляетесь? Обычно ребята рассказывают, что первые полгода, вот, им трудно, но они справляются. Потом, как дальше, мы братьев латышей догоняем и обгоняем. Другой возраст, другая психология, другая мотивация, и это возможно. Конечно. Вы упомянули наших власть-преддержащих, Министерство образования в первую очередь, и их, так сказать, откровение в сфере педагогики. Меня совершенно поразило утверждение господина Шадурскиса. Я его прочитала в переводе на русский язык на портале Делфи, а оригинал его высказывания, он отвечал русским журналистам по-латышски, был сделан на Радио 4 или Домская площадь. И он удивительную вещь сказал, что, мол, не надо рассматривать вот этот перевод русских школ и меньшинственных школ полностью на латышский язык как какую-то отдельную реформу, как отдельное решение. Это все в комплексе, и все это связано с изменением содержания обучения. Вот как вы думаете, может быть, я что-то не понимаю. Мне кажется, да, но есть некое содержание, есть некие задачи, объем материала и знания, которые ребенок, ученик должен получить в результате преподавания того или иного предмета. Но преподавать этот предмет есть содержание. Но во всем мире, извините, теорему Пифагора объясняют и на латышском, и на русском, будь это в Латвии, или на французском, или на английском, будь это, соответственно, во Франции, или в Англии, или в Соединенных Штатах, и она не перестает быть теоремой Пифагора. Что это за увязка такая? Или это попытка скрыть саму реформу образования за какой-то ширмой искусственной? Или это все-таки там есть какая-то глубокая научная мысль, которая мне просто неведома? То, что делают наши политиканы, а в моем разумении политик, как известно, думает о народе и так далее, а политикан только о следующих выборах, еще может думать о своем кармане. Господин Шадурский в моем понимании относится, к сожалению, к политиканам. Я с ним знаком лично. Он нормально владеет русским языком, но если он на Домской площади, на фактически русском радио, говорит на латышском языке, значит, он не уважает радиослушателей. Во-вторых, господин Шадурский, которого, к сожалению, или не к сожалению, но в народе называют черным карлисом, он говорит одно, думает другое, а делает третье. Делает свое черное дело, насильственно латышизируя русскую школу, о чем его не просило ни одно национально-культурное общество. Он понимает, что он нарушает и нашу Конституцию, и даже декларацию прав человека, всеобщую декларацию, которая принята в 1948 году. Даже там написано, родители имеют право выбора вида образования для своих детей. Он лишает наших родителей этого выбора. Я вообще считаю, что школа должна развиваться и может развиваться только эволюционным путем. Они действительно нагромоздили, наворотили чуть не десяток реформ. И компетентностный подход. Миллионы потрачены, концепция разработана, люди работали, заработали деньги, это слава богу. Но, в принципе, сотрудничество было еще в советское время. Значит, прагматизм, чего у нас было мало, проповедовался, что это нужно делать. Да я и сам выступал об этом лет 20 назад в сотрудничестве, я имею в виду педагогик сотрудничества. И учителям непонятно, чего от них хотят. Значит, и вот в частности, то, что они делают с языком обучения, я еще раз хочу подчеркнуть, национальное меньшинство Латвии, русские русскоговорящие люди Латвии, за обучение, изучение латышского языка. Да, кстати, наверное, и мы с вами выступаем за обучение в основном на языке семьи и хорошее изучение и знание латышского языка. Естественно, любой язык богатства. И хорошо его знать. Кстати, они часто прикрываются. Вот латышский язык исчезает. Мы боремся за существование латышского языка. Это говорят и политиканы, это говорят и ученые от педагогики наши доморощенные и ангажированные. Совсем недавно, около года назад, были исследования ЮНЕСКО именно по существованию жизни, развитию языков в разных странах Евросоюза, мира. По Латвии четко определено, я говорю, слава богу, латышскому языку ничего не угрожает. Вот там угрожает иедышу, угрожает латгальскому исчезновение. Латгальский, слава богу, опять-таки существует разговорный, значит, и лифскому языку. Латышскому подчеркнуто ЮНЕСКО. Серьезные эксперты, серьезные ученые обычно исследуют такие вопросы. Вот под эгидой ЮНЕСКО четко заявили, латышскому языку ничего не угрожает. Я думаю, что латышскому языку угрожает господин Шадурский. Совершенно верно. Вы знаете, что в этом же самом интервью он нападает еще на сельские школы. И он и на самоуправление, настаивающий на том, чтобы сохранить школу. А это латышские школы. И грозится даже перевести полностью, заставить самоуправление, полностью тогда... Содержать школу. Ну, содержать школу по нашему закону, само здание содержит самоуправление. Но зарплаты учителям выплачивает государство. Он грозится полностью перевести тогда школы самоуправления. Если самоуправление отказывается закрывать, то пусть оно само оплачивает и учителей, и кроме того, что оно обязано оплачивать знания. Вам не кажется, что это вообще-то уже направлено чисто против латышского языка? Да, и против латышской культуры. Потому что если умрет школа, то это значит умрет село. Умрет вот это место, где эта школа находится. Конечно, у нас система хуторов. То сначала всех объединяли. Тот же профессор университета, ратовавший за объединение с хуторов людей в один поселок. Потом в начале Атмада, не будем называть фамилию, человек уже не находится среди нас. Но он же стал говорить, что нет, это все была ошибка, это было преступление. Давайте сейчас наоборот рассеивать людей назад по хуторам. И теперь вот там, где они живут в разных местах, есть этот культурный центр, где они в конце концов все вместе собираться могут, кроме школы, проводить какие-то общие праздники. Это же в Латвии очень развитые хор там, другие ансамбли могут работать в этом же здании. Там спортивные какие-то занятия. Школы этот культурный центр, это маленький клуб, будем так говорить, дом культуры в селе. И господин Шадурский, сничтожив сумяшися, говорит, все это надо закрыть, и мы будем оптимизироваться. Это его третье ноу-хау. Я считаю, что вот господин Шадурский и Ижи с ним вредят Латвии в целом и латышам в частности закрытием сельских школ. Татьяна Аркадьевна, вы полностью правы, или правы, не знаю, правильно. Действительно, в маленьких поселках школа, это центр культуры и подчас единственный центр культуры. Там есть спортплощадка, там есть какой-то зальчик, и кроме обучения деток и воспитания деток, там действительно собираются и, может быть, народный театр небольшой, и танцевальный коллектив, и сельские спортивные соревнования на этой пусть простой площадочке. Уничтожение, кстати, я выяснял, никто в Латвии не просчитал. Закрыли школу, детей возят за 20, 30, 15 километров по плохим дорогам. Арендует автобус, оплачивает бензин, оплачивает водителя, оплачивает ремонт. В школе должен быть какой-то сторож в этом здании. Иначе оно очень быстро выглядит, как после атомной войны. И вот сколько все это стоит и сколько экономят на этих двух, трех, пяти учителях, никем не просчитано. Когда-то, будучи депутатом, я требовал, пусть министерство вместе с Союзом самоуправлений положит такие цифры, таких цифр нет. Они совершают преступление, может быть, слишком, хотя я бы это назвал преступлением. Все нормальные, думающие о судьбе детей, родители, как только закрывается школа, так они начинают искать местечко, поселок городского типа, где все же школа есть. К сожалению, в советское время было приблизительно 1226 школ и русских и латышских. На сегодняшний день их около 800 и будет еще меньше. Но люди, избиратели должны знать, что по закону открывают, закрывают и ликвидируют школы, местное самоуправление по согласованию с министерством. Да, министерство давит, да, министерство предлагает, да, они хотят экономить деньги. Они объясняют двумя причинами. Первое, демографический кризис, он у нас на протяжении очень многих лет. Второе, нехватка финансов. Но если бы они думали на перспективу, то, повторяю, десяток деток, они бы оставили школу сельскую. Спасибо, Яков Гдалевич, вам за беседу. И мы вместе с вами, я надеюсь, встретимся и встретимся с теми, кто смотрит нас 1 мая на шествии. Теперь уже мы будем протестовать против принятого закона, но ни один из законов не является неизменяемым. Вы помните, как мы вместе ходили на 2003-2004 году, и тот закон был все же опрокинут. И в данном случае мы уверены, что любой несправедливый закон, он имеет очень короткую жизнь, потому что мир все-таки построен не только на экономических ценностях, но на ценностях духовных. А господин Шадорский в этом интервью, он объяснил, почему такая спешка. Оказывается, деньги, деньги в основе всего, надо быстренько освоить европейские деньги. Осваиваются и разворовываются огромные деньги, которые можно было использовать для людей, для детей и так далее. И если можно, Татьяна Аркадьевна, я, конечно, тоже призываю бороться с этим непотребством властей всеми разрешенными законами, формами, способами, методами. Встретимся 1 мая на шествии. Она начнется в 12 часов по улице Бревипаса, театра Дайлос до Эспланады. У памятника Райнеса, нашего знаменитого поэта и знаменитого политика, левых убеждений, будет митинг. Субтитры создавал DimaTorzok